Ö Ещё чёрт... Я так не высползил... О боже мой Ладно, ладно, все, остыю, остыю Боже мой, они упали еще Лень Это та вещь, которая мешает вам рано встать с утра и пойти на пробежку Это то, что вам говорит Давай сделаем это завтра, ведь я так устал Лень это корень всех ваших проблем И извините меня за тавтологию, но если вовремя не скоренить этот недостаток То он может перерасти в что-то большее Вам наверное говорили, что вы ленивый человек Или то, что кто-то талантливый, но он ленивый Но что такое лень и существует ли она вообще? Скорее всего половина людей, которые зашли на этот видеоролик уже вышли Потому что им попросту лень смотреть это видео И если вы остались смотреть это видео То я вас поздравляю Вы уже частично побороли свою лень Что же такое лень? Это временное состояние или это такой характер человека? В этом видео я попытаюсь выяснить откуда берется лень И как от нее избавиться Что такое лень? Лень это защитная реакция организма на действия, как он думает Не нужно ему Вам же не было потребности раньше вставать с утра и идти на пробежку Вот ваш организм также думает по этому поводу Чем меньше у человека энергии, тем больше он будет ленив И вы можете говорить, что вы не ленивый человек, а просто энергоэкономы Сейчас я поделюсь с вами несколькими способами, как все-таки побороть лень В поисках информации я прочитал не один сайт и посмотрел не одно видео, чтобы найти полезную информацию И вот, что я для себя вычеркнул Первое, это то, что нужно разбивать дневные задачи Я думаю, у меня ни у одного были такие наполеоновские планы перед сном Так что давайте попробуем их воплотить Допустим, ты поставил себе задачу рано встать с утра и пойти на пробежку Вот ты уже ставишь себе будильник вечером на 6 часов Звенит будильник с утра и ты думаешь Боже мой, зачем? Зачем я это сделал? Может лучше еще поспать и остаться в кровати? Это зачем? На улице холодно и так не хочется, а в постели так тепло Но заставь себя встать и выпить стакан воды И в это время говорит своему мозгу Я просто выпью воду и лягу обратно спать Но в этот момент иди в ванну, умойся, почисть зубы В это же время опять говорит своему мозгу то, что Йоу, братан, я просто умойся и лягу спать Но в это время ты уже одетый, выходишь на улицу Остается дело за малым, просто пробежаться и вернуться домой Городившись собой, то что ты составил себя пойти на пробежку Да, на словах это кажется легко, но просто попробуйте Это один раз Утренняя пробежка с утра у вас уже будет, ну я не знаю Какой-то ритуал Вот что такое дробление задач За каждой большой задачей стоит выполнение маленьких задач Второе, что для себя подчеркнул Это то, что нужно выработать в себе постоянство действий Постоянство в первую очередь это залог успеха Ведь на постоянстве действий вы выработаете у себя привычки, которые будущим из вас делают успешного человека И в постоянстве действий важно присутствие этого действия, а не качество Ведь с постоянством придет качество и мне кажется это всем понятно И чтобы выработать у себя постоянство действий Нужно каждый день выполнять одно и то же действие в определенное время Ну, в определенное время это не так уж и важно Но важно, чтобы вы каждый день выполняли то действие, которое вы хотите довести до совершенства И кстати, эта практика называется кайдзен Если вам будет интересна эта тема, то пишите в комментарии Я в будущем сниму подробнее ролик на эту тему Ну, а следующее, что вам нужно сделать, это взять перерыв Маленький перерыв Это не значит, что вы перестаете выполнять вашу задачу, потому что вы устали Вы выбираете себе время для отдыха И, допустим, вы пишете, я не знаю, курсовую работу И пишете вы, я довольно-таки долго, уже на протяжении двух часов И чтобы просто не перегореть Чтобы сразу не забить эту вашу курсовую Ну, хотя, мне кажется, два часа это долго Допустим, час Час вы пишете курсовую и вы чувствуете то, что вы устали Так, сделайте себе маленький перерыв Возьмите 15 минут отдыха, выйти на улицу погулять Или кто-то даже отдыхает, сидя за телефоном или смотря телек Ну, я бы не советовал вам, конечно же, сидеть за телефоном Лучше выйти на улицу, погулять с друзьями Или же сходить в душ, это ведь тоже отдых Но главное не переборщить с этим перерывом Чтобы этот же ваш перерыв вас не погубил Чтобы этот маленький перерыв не перерос в лень Потому что такое тоже может быть Так что будьте аккуратнее с этой границей Четвертое, что я для себя подчеркнул Это то, что нужно планировать свой день Расписывая свой день, вам будет намного легче Выполнять ваши задачи Ваш мозг на постанательном уровне Будет отказываться делать ваши дела Потому что, ну, очень большой поток информации Тем более в наше время И он просто не сможет все держать у себя в голове И главное записывать Вот просто заведите себе маленький дневник Малюсики вот такой вот Чтобы записывать свои задачи Самое важное, я не знаю Пойти там на английский А дать какой-то долг Сдать, я не знаю, какую-то контрольную Или ту же курсовую Записывая задачи, вы так разгружаете свой мозг И он скажет вам за это спасибо И последний, пятый пункт Это сделать себе поощрение Заставьте себя встать на пробежку Но только с одним условием Это то, что после пробежки Вы, к примеру, купите себе какую-то шоколадку Как это прискорно бы не звучало Но наш мозг не будет выполнять тяжелые задачи Не поощряя себя Ведь без вкусного батончика Смысл тренироваться тогда Опять же, это поощрение У каждого может быть разное Вот пять пунктов Которые помогут вам побороть лень Я надеюсь, что вы будете соблюдать Хотя бы один пункт из этого видео А желательно Это постоянство действий Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик Так как я реально старался Находил информацию Если это так То, что вам понравился этот видеоролик То поставьте, пожалуйста, лайк И напишите в комментариях Какой бы вы хотели видеть Следующий видеоролик И хотели бы вы видеть практику Кайдзен Запомните Постоянство – это залог успеха С вами был Денис Всем пока